Всем привет, с вами схват и группа фанаты серии Стронхорд. И я продолжаю вам рассказывать о программе GameRanger. В прошлый раз я вам рассказывал, как создать еще один аккаунт, так называемую АКУ, и скрыть свою личность в программе GameRanger. Сегодня я вам расскажу, как выявлять такие АКИ. А в конце я вам покажу, как противостоять подобного рода выявлению. Ну что, начинаем? Сейчас я вам покажу самый простой способ, как это сделать. Но в то же время он достаточно неудобный. Мы просто заходим к человеку, которого хотим проверить. Важно, чтобы он был хостом, и просим его запустить игру. И он запускает игру. И мы выходим. И вот, IP этого человека. В этот момент мы, конечно, можем его запомнить, но это неудобно, и потом мы можем его забыть. Либо сделать скриншот, нажавший к каравишу Print Screen. Это первый способ. Выходим из окна. И есть второй способ. Более надежный и практичный. Но для этого вам нужно установить определенную программу. Это программа CrowSpeed. Но на самом деле, это ее основная функция выявлять IP-шники ваших конкурентов в гейм-менеджере. Это скорее ее приспособили игроки комьюнити к этому делу. Основная ее функция это отслеживать все соединения вашего компьютера. И регулировать соединения вашего компьютера. То есть вы можете задать соединению как высокий приоритет. На него будет тратиться большая часть трафика. Так и можете задать низкий приоритет. И так же всем остальным соединением вашего модема. Ну что я покажу как пользоваться этой программой. Начнем с установки. Установку на самом деле поставим. Совершаемся с условиями. И начинаем установку. И вот у нас установлена эта программа. Вот у нас график, где показываются все наши соединения. И сколько в данный момент тратится у нас трафика для соединения с интернетом. Сейчас я вам покажу как пользоваться этой программой для того, чтобы пробивать чужие айпишники. В отличие от предыдущего способа мы пробиваем айпишники не только хоста. И не важно сколько человек находится в комнате. То есть мы можем пробить не только одного человека, а всех, кто находится в комнате. Давайте зайдем к кому-нибудь. Допустим, к мессии. И что мы делаем. Так, вспомнить. Вот, жмем текущие подключения. И у нас показано все подключения, которые у нашего компьютера. И сейчас я вижу на браузе. И жмем заморозить. То есть, чтобы... Вот это мой секунду, когда кого-то заскочить. И мы можем выйти из комнаты. И ищем гейм рейнджер. Соединение гейм рейнджер. И вот. Нам важны вот эти вот айпишники. Если вы здесь видите одинаковые цифры. Вот такие, как 4, 4, 3, 443. Это... Эти соединения нам не важны. Это, скорее всего, рекама. А вот. Видим, в самом конце у нас есть айпишники, которые... Вот эти последние цифры не повторяются. Это три человека, которые с нами находятся в комнате. Конечно, мы с точностью не можем знать, кому из них принадлежит какой айпи. Но если в комнате, допустим, будут два человека. Или примерно знаете, откуда вот человек. То, в принципе, понятно, кому принадлежит какой айпи. Особенно это удобно, когда вы играете один на один. То есть, не надо выходить и загрелевать. Вы так быстро пробьете. Вот эти три айпишника наших конкурентов, которые были в комнате. И как же проверить эти айпи, получить в них более подробную информацию. Например, берем, копируем этот айпи адрес. Важно, не копируем последнюю цифру. Копируем до двоеточия. Нажмем копировать. Потом в гугле просто пишем проверить айпи. Я перехожу по первой ссылке. В ссылке. И вставляем сюда айпи адрес. И жмем проверить. И вот, у нас есть информация минимальная об этом человеке. То, что человек этот из Каира. Страна Египет. И у него на провайдер. Вот этот вот с таким названием. То есть, минимальную информацию об этом человеке мы можем получить. Если вы кого-то подозреваете, что кто-то прячется под акой и хочет с вами сыграть один на один, то, в принципе, подобным образом можно проверить этого человека. Ну, конечно, если вы знаете об этом человеке хоть какую-то минимальную информацию. Ну, также, в принципе, эту программу можно использовать по назначению. То есть, ее можно использовать не только для проверки айпи адресов, но и отслеживать все ваши соединения. Один раз мне эта программа, в принципе, помогла неплохо и помогла выявить то, что с моего компьютера рассырается спам. То есть, с неизвестного, с неизвестной программы, которая установлена на моем компьютере. И, ну, понятное дело, что можно здесь этой... Вы не можете эту программу удалить, конечно. То есть, вам нужны антивирусы либо перустановка винды, но вы можете, как я тогда делал, мне просто брали. Перустановить, например, винду антивирус не находил, я просто мог, допустим, уменьшить ее скорость. Вот, видите, там есть значение замедления, или также я могу задать более высокий приоритет. То есть, дать этой программе больше трафика. В принципе, подобным родом вы можете регулировать не только вирусные, так сказать, программы, но, в принципе, к примеру, вашим интернетом, вашим провайдером пользуются несколько человек, и, в принципе, вы хотите так, чтобы у вас на игрушке тратилось больше интернета, вот, например, на программу геймрендера, просто жмем плюс и делаем геймренджером, то есть, чтобы его полностью удовлетворять, его потребности в трафике. А другой программе можем просто нажать минус, типа, и уменьшить ее, скажем, потребление трафика. Также здесь есть множество других функций, ну, как, которых я особенно подробно не узнал, а, я думаю, если вы захотите узнать, что еще можно делать с помощью этой программы, то, в принципе, можете загуглить или прописать в ютубе. Основное, в принципе, как можно это использовать для игры Stoneheart и для геймренджера, я вам показал. Что бы еще хотел добавить по этой программе, такой способ выявления репи-адреса, он подходит только для программы геймренджера. Для стима и других мест, где вы играете, он не подойдет, как там люди играют с одного общего сервера, а в геймренджере вы соединяетесь с каждым по отдельности, то есть у вас именно соединение по IP-адресу. Поэтому эта штука работает только в программе геймренджер. Ну, а что, если вы АКО, и вы не хотите, чтобы ваш IP-адрес подобным образом проверили? Сейчас я вам покажу, что нужно делать. Для этого нам нужно включить VPN. VPN. Есть множество VPN-ов, но мне больше всего нравится вот этот. Винскрайп. Просто запускаем его и включаем. Все, и у вас другой IP-адрес. И каждый раз, когда вы включаете этот VPN, у вас будет разный IP-адрес, и вас таким образом не смогут вычислить. Конечно, большинство опытных АКО-юзеров используют VPN. Да-да, именно так называются люди, которые используют АКО. Но большинство людей не используют VPN, и, в принципе, даже, думаю, не подозревают, что вы будете их проверять. Поэтому вот этот способ с проверкой IP-адреса, я думаю, подойдет в подавляющем большинстве случаев. Ну, есть еще третий способ. Один из самых простых. Гейм Рейнджера, ну, и наиболее ненадежных. Это когда, допустим, ваш соперник, вы его добавляете в друзья. Также добавляете эту АКО у друзья. И потом просто сравниваете. Кто во сколько вышел из интернета и во сколько зашел. И опять выше и зашел. Часто бывает, что игроки под АКО действуют несмотрительно. Они закрывают свой основной аккаунт и сразу же заходят из под АКО. А потом опять выходят и в то же время заходят опять на свою АКО. Но опять же повторюсь, это не очень точный метод, потому что, ну, это может быть банальное совпадение. Хотя, в принципе, не думаю, что так много людей в Гейм Рейнджере, которые одновременно заходят и выходят. Но также, в принципе, доказать, что именно этот человек будет практически невозможен. Да и часто игроки, которые прячутся под АКО, они не действуют так несмотрительно и не будут выходить и сразу заходить из аккаунтов. Ну что, на сегодня все. Я все, что хотел вам рассказать. Если вам полезна эта информация, то не забудьте подписаться на канал, поставить раз, лайк. То есть мне будет приятно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok